Добрый вечер! Сегодня мы вместе с нашим гостем, главой города Романом Кокшеровым, подведем итоги уходящего года. Добрый вечер, Роман Александрович! Добрый вечер! Два дня наша редакция принимала звонки от наших телезрителей. Мы их обобщили и вот сегодня просим вас ответить на самые, так скажем, злободневные темы, которые волнуют наших кунгуряков. Вот, например, одна из них, касаемая конкретно коммуналки. Самая обсуждаемая тема в Кунгуре в последнее время это управляющая компания Кунгурцентр. Вот, жители спрашивают, что же произошло с компанией? Что такое Кунгурцентр инжиниринг? Кому платить и какие договоры теперь заключать? И кто теперь состоит во главе компании? И есть даже данные, что она зарегистрирована в Новосибирске по улице Крылова, 36. Вот так ли это все? На сегодняшний день компания Кунгурцентр в банкротном состоянии и действительно пытаются сохранить свою фирму и сделали новую фирму инжиниринг, где пытаются людей сагитировать и перевести в другую управляющую компанию. Мы лично, я и личная администрация против таких действий, потому что и предлагают еще людям перейти в непосредственное управление. Я считаю, что наши люди не готовы идти на непосредственное управление. Понимаем, что, ну я думаю, что не надо быть 7-5 во лбу, понимаем, кто за второй фирмой стоит. Я думаю, что, не думаю, а знаю, что тот же самый руководитель, который был в Кунгурцентре. И поэтому мы буквально недавно общались на эту тему с другими реализациями. Вы выразили свою позицию администрации, а позиция у нас однозначная. То есть не надо загонять людей, куда хочет фирма. Но наша позиция такая, что каждый дом, который принадлежал Кунгурцентру, может выбрать себе достойную управляющую компанию. И в этом мы будем помогать. И будем помогать не просто, а будем помогать в жестком режиме. То есть я понимаю, что Кунгурцентр опять не будет отпускать, будут искать какие-то заковырки. Но позиция наша такая, что если управляющая компания не справилась в свое время с управлением домами, то на рынке ее не должно быть. Это наша позиция. Кому все-таки людям платить-то? Значит, на сегодняшний день, если дома, а перейти в управляющую компанию, за мной управляющую компанию, может только посредством общего собрания дома. Если таких собраний не было, то они платят тому, с кем у них есть договор управления. И единственный закон, если договор управления с той или иной прочей компанией, то вот тому они должны платить. А если там пишут какие-то письма, просим заплатить там в другую компанию, мы считаем, что это незаконно. Поэтому мы после новогодних каникул эту тему более раскроем. И под управлением Кунгур-центра находится около 148 домов. И будем совместно с управлением коммунального хозяйства общаться. И будем помогать людям, чтобы они сориентировались в данной ситуации. А вот еще такой момент. Люди, если уже заплатили в Кунгур-центр инжиниринг, то это уже будет считаться, что они заключили договор с этой компанией? Да, если они заключили договор с этой компанией и платят этой управляющей компанией, то это будет считаться фактором оплаты. Но хочу сразу предупредить жителей, то есть оплата производится только по договору управления. Если договор управления заключен с той или иной управляющей компанией, то туда и должны платиться деньги. Если с этой компанией нет договора управления, то деньги не должны платиться. Ну и в продолжение коммунальной темы. Многие жители не понимают, что такое непосредственное управление многоквартирными домами. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом нововведении. Да, это есть такая форма непосредственного управления, она не нова. Суть ее заключается в следующем. Что при непосредственном управлении, то есть жители непосредственно управляют сами своим домом. То есть каждый, кто занимает площадь квартиры, то есть управляет своей квартирой. Мы такую систему не приветствуем. Лично я не приветствую, администрация тоже. Почему? Потому что в данном случае при непосредственном управлении все энергоснабжающие организации будут заключать договора непосредственно с жителями той или иной квартиры. Это первое. И второе. Мы прекрасно понимаем, что если нужно будет защитить интересы того или иного жителя, то есть житель будет сам защищаться от энергоснабжающих организаций. Я считаю, что люди у нас к этому не готовы. Не готовы. И я считаю, что пока рано об этом говорить. Поэтому если слышат в голову, то мой совет. И мы всем управляющим компаниям сказали свое нет. И мы считаем, что непосредственно управление дома на сегодняшний день не актуально. И люди, в том числе и жители Кунгура к этому не готовы. Поэтому я считаю, что это пока порочная практика. Еще телезрители просят развенчать один такой слух, что правда ли, что на одного из руководителей управляющей компании было возбуждено уголовное дело? И правда ли, что оно сейчас уже закрыто? Значит, было возбуждено уголовное дело на директора Кунгур-центра Примакака Константин Тарасовича. Это правда. Дело не прекращено. То есть оно было прекращено и сейчас вновь озноблено прокуратурой города Кунгура. Поэтому идут дополнительные следствия. И в ближайшее время, я думаю, что документы будут переданы в суд. Ну, это вопрос от пенсионеров Кунгура. Роман Александрович, скажите, а будут ли обещаны социальные выплаты пенсионерам в размере 650 рублей? И когда их ждать? Кроме того, многие слышали, что к концу 2011 года размер пенсии увеличится на 15-25%. Но этого не произошло. Почему? Что касается 650 рублей, это, наверное, идет разговор про ИДК. Это региональные льготники. На сегодняшний день эти деньги уже получают. Я думаю, что, наверное, вопрос, кто задавал этот вопрос, может быть, получает все еще 470 рублей. Поэтому я рекомендую обратиться в наше управление соцзащиты с документами и эту выплату пересчитать. Но уже в декабре месяце мы эти выплаты социальная защита произвела. То есть мы сейчас это производим. Федеральные льготники у нас идут через электронные программы, через управляющие компании, которые данные не дают. Региональные льготники, к сожалению, пока идут только, должны сами лично появиться в соцзащите. Кто такие региональные льготники? Это ветеран труда, это пенсионеры с большим страховым стажем и это реабилитированные. Поэтому мы уже эти выплаты делаем. Они там от 417 до 800 с чем-то рублей. Ну, разные там критерии. Поэтому, если такой вопрос есть, нужно обратиться в соцзащиту. И я думаю, что там полный ответ они получат. Ну, к сожалению, я это не слышал. Понятно, что это прегратива федерального центра и президента. Я, конечно, был бы очень рад, если такая добавка к пенсии была бы. Да, действительно, было обещание, что перед декабрем этого года будет какое-то определенное увеличение пенсии. Оно не состоялось, но на самом деле так. Я думаю и надеюсь, что в следующем году все-таки увеличение пенсии будет. Сколько, когда, ну, к сожалению, я не могу сказать за президента, потому что это не моя прегратива. По крайней мере, он обещал. Да. Вот судьба еще ветхого жилья интересует наших телезрителей. Какая ведется работа по расселению людей из подобного рода? Ну, мы каждый год в этой программе участвуем. Она делится на две части. То есть, это есть 185-й федеральный закон из аварийного, переселение из аварийного жилья. И есть закон Пьемского края достойное жилье. То есть, она тоже предполагает выселение из ветхого и аварийного жилья. Ну, за три года мы расселили 118 семей. В этом году 22 семьи. И на следующий год мы снова планируем определенное количество жителей, которых мы будем переселять из аварийного, извините, из ветхого жилья. Поэтому, конкретно, сколько будет на следующий год, я пока сказать не могу. Мы сформировали свою программу, когда нам утвердят средства на уровне федеральном, региональном. Но то, что мы постоянно будем двигаться по этой теме, и мы с каждым годом все больше и больше количества семей расселяем, то это действительно тема очень важна для Кунгура, серьезно, потому что чем старее город, тем хуже жилье, то есть оно более ветхое. Поэтому дальше мы эту программу будем продолжать. Ну, я понимаю жителей, что такая программа у нас появилась, ее раньше не было, и все хотят именно сегодня и сейчас. Ну, к сожалению, конечно, мы комиссионно выбираем именно те дома, которые действительно аварийны. Ну, и будем, будем, создаем какую-то определенную очередь. Поэтому в ближайшее время, ну, и дойдем до тех, до кого мы сегодня не зашли. Вот схожая с этим вопросом тема «Погорельцы». Часто в редакцию обращаются жители, потерявшие кровь. Вот буквально на днях наши журналисты сняли такой материал. Вот давайте сейчас мы его посмотрим. Пожар в двухэтажном доме на берегу Сылвы случился две недели назад. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем в одной из четырех квартир дома, которую снимали выходцы из Южных Республик. Чтобы матрасы, говорит, зайти, невозможно, говорит, матрасы на матрасе. Конечно, конечно. Полками ходили сюда, неизвестно там вообще. Каменный внешний низ дома изнутри выгорел полностью вверх, и пристрой были деревянные, поэтому и они пострадали. Благо, что по счастливой случайности в здании на момент трагедии не было никого из жильцов. Семья Валентины Михеевой с этим пожаром потеряла кровь и большую часть имущества. Причем здешние 24 квадрата были их первым семейным жильем. Его они покупали всего 4 месяца назад в ипотеку. Застраховать еще не успели. Теперь на них висят 400 тысяч закупленное и уже сгоревшее жилье. Пока семья ютится на съемной квартире. Помогают родственники, но они будут рады помощи извне. Все равно мир не без добрых людей. Кто-то может быть чем-то сможет, кто-то материально может, кто-то так. Ну что помочь, потому что двое детей у нас, кредит нужно платить все равно. Трагедия семьи Михеевых не уникальна, но тем она и страшна. Сейчас они, как им кажется, предприняли все, что было возможно, чтобы свести концы с концами. Но каким будет их завтра, никто не знает. Роман Александрович, вот в этой ситуации что может муниципалитет сделать для людей, оставшихся без крова? Ну тут можно на несколько частей разделить. Первое, конечно, мы всегда, люди-погорельцы, предоставляем так называемое нервное жилье. По закону мы имеем право предоставить временно. То есть от трех, в учительных случаях, до шести месяцев. Если дом является муниципальным, то понятно, что ответственность несем мы. Иногда мы выделяем средства из бюджета на ремонт погорелого дома или расселяем жителей. Если касается это частной собственности дома, то здесь намного все сложнее, потому что мы понимаем, что за частную собственность несут ответственность сами жители. И я всегда говорю об этом, что оно бывает так в жизни, что приходит несчастье. И чтобы оно было мягче, то есть я все-таки призываю всех кунгуряков, кто имеет частные жилые строения, все-таки страховали, это вот шанс, чтобы потом получить деньги и купить новые или возобновить. Почему-то вот всегда этого не делают и думают, что вот может такое с ними не произойти. Поэтому, ну и соцзащита там делают какие-то единовременные выплаты. Ну понятно, что там невеликие деньги. Поэтому вот то, что мы можем, да, мы маневренно жилье даем. Все то, что касается, что мы должны там, если, например, сгорел частный дом и там дать новую квартиру, к сожалению, по закону мы не имеем права. Но это, наверное, и несправедливо, и неправильно, ну что, если ты имеешь частную собственность. Ну если, например, там машину разбил, то есть никто же не будет тебе ее восстанавливать за бюджетные деньги. Поэтому вот, чем мы можем помочь и что нам позволяет на сегодняшний день законодательство. А конкретно эту семью сможете взять под свое ответственность? Конечно, к нам приходят, мы всегда слышим, но если конкретно по этой семье, тоже мы только если можем предоставить маневренное жилье, я вам сказал, что три месяца, в исключительном случае на шесть месяцев. А дальше все равно нужно эту проблему будет решать. Будем надеяться, что все у них наладится. Следующий вопрос. Стадион Труд. Долгое время идут споры насчет строительства нового забора вокруг него. Есть ли какое-то продвижение в этом вопросе? Ну, действительно, забор давно мы о нем говорим. Но я не думаю, что это сегодняшний день самое главное по Стадиону Труд. Действительно, ну, наверное, скорее всего, что это нужно делать. Поэтому мы, я уже говорил, встречался с кунгуряками, значит, мы сейчас все силы кидаем на ФОК. То есть, два года мы должны построить ФОК. И после этого мы переключаемся на Стадион Труд. То есть, мы там должны и поменять трибуны, мы должны поменять футбольное поле, мы должны привести в норматив беговую дорожку. Вот когда мы это все сделаем, тогда я думаю, что вот эти вот миллионы, а там стоимость в миллионах рублях определяется по забору, вот тогда мы стадион огородим. Сейчас я считаю, что это не самый главный приоритет. Вот вы упомянули строительство ФОКа. Вот с выборами не изменятся ли планы? Будет ли все-таки этот объект построен? Там мост еще? Ну, такой хороший вопрос. Ну, я уже говорил, что ничего не изменится. Действительно, я когда общался с кунгуряками, я говорил только то, что мы действительно сделаем. Вот. И никаких сомнений нет. То есть, по ФОКу мы уже сделали разбивку, уже подключили электроэнергию, сделали пусконаладку. После Нового года подрядчик заезжает, и мы начинаем строить ФОК. То же самое касается Иренского моста. То есть, мы уже конкурсную документацию отправили на проверку в Министерство транспорта Пемского края. После этого мы проводим конкурсные процедуры, и мост Иренский будет. Поэтому, пускай кунгурики не переживают. То есть, вот эти два объекта, важные для кунгура, они будут. Некоторые кунгуряки сетуют на судьбу здания 11-й школы. Что с ним будет дальше? 11-я школа, да, действительно, очень много вопросов. Все считают, что ее нужно восстановить под школу. Я тоже только за, но, к сожалению, закон этого не позволяет сделать. Ну, первое, очень жесткие нормативы сейчас по школам. То есть, школа должна быть 25 метров от дороги, а 11-я школа всего 8,5 метров. Не хватает при школьной территории, которая тоже гласят нормативы, чтобы это было безопасно, чтобы мы соответствовали новым стандартам. Поэтому, к сожалению, мы делали и пытались сделать проект под коррекционную школу. Поэтому школа, как номер 11, или функционал школы, там, к сожалению, не будет. То есть, ни при каких условиях, потому что контролирующие органы не подписывают. Поэтому в следующем году мы ее будем продавать. Продавать, а взамен мы уже строим планы строительства новой школы в городе Кунгуре. Инициативные кунгуреки спрашивают. Роман Александрович, скажите, это правда, что планируется продажа гостиницы «Ирень»? В какой-то части да, потому что у нас есть указ президента. Все муниципальные предприятия, муниципальные унитарные предприятия к 1 января 2014 года не должно быть. Гостиница у нас является муниципальным предприятием, поэтому там есть два направления. Приватизация, то есть продажа, или реорганизация в какое-то другое предприятие. Поэтому не исключая возложность, что да, гостиницу «Ирень» мы будем продавать. Очень было много действительно звонков, и вот все-таки этот вопрос решили оставить. Вот многие кунгуреки недовольны тем, что выборы давно прошли, но город до сих пор не очищен от агитационных плакатов, листовок и баннеров. Кто ответственен за уборку таких материалов, и в какие сроки эти люди сделают свою работу? Правдивое замечание. Замечание правильное. Ну кто ответственный? Ответственный тот, кто клеил. То есть, чье там лицо нанесено на этом плакате. Действительно, мы после новогодних праздников, все то, что не убрано, мы попросим это убрать. И я очень благодарен, кстати, нынче нашим уважаемым кандидатам, что они историческую часть города не тронули. Поэтому в ближайшее время все то, что осталось после выборов, мы наведем порядок. Но это уже разными методами. Вопрос по фонтану около мечты. Жители спрашивают, когда наконец с ним хоть что-нибудь сделают? Ну, у нас в планах есть. У нас готов полностью проект по реконструкции мечты и территории, которые окружают мечта. И в этом проекте фонтан есть. Поэтому в ближайшее время мы будем заниматься нашей главной сценой города Кунгура в следующем году. То есть, мы начнем с зрительного зала, ну и дойдем до фонтана. Ну и еще мы фонтан планируем около кораблика, то есть, около Пупа-Земли. Там мы тоже сейчас делаем проект, что все-таки фонтан хотя бы один или два в Кунгуре должны быть. Вопрос от Кунгурьков с района Машзавода. На участке за роддомом, где стоят гаражи, планировалась стройка школы. Что с этим проектом и забросили ли его? А вот как раз продолжение разговора по 11-й школе. Действительно, на сегодняшний день, у нас буквально несколько лет назад была проблема комплектации школ. Сейчас проблема вышла в другую плоскость. То есть, школы полностью укомплектованы, ну и даже, будем говорить, очень серьезно. У нас растет количество первоклашек. В следующем году мы снова ждем более на 100 первоклашек, больше, чем в этом году. И действительно, настал момент, когда нужно в городе Кунгуре строить школу. Поэтому, как из потенциальных мест, мы рассматриваем именно это место, посреди школы. Поэтому никуда ничего не ушло. То есть, мы в том году приняли геймплан города Кунгура, и там действительно обозначена школа. И вот первое место, где мы будем строить, обозначенное для школы, вот это будет именно это место. Поэтому в перспективе там будет школа. Когда уже уберут 30-ю колонию, спрашивают кунгуреки. Были планы, что этим летом стена будет убрана? Как движется работа в этом направлении? Действительно, такие планы были, и часть уже работ сделана. То есть, мы освободили те помещения, где находился спецконтингент, и уже их переселили в промышленную зону. Нужно было еще перенести столовую. Но там, как бы, цена вопроса очень будет дорогая. Я сейчас тоже не хочу называть уже конкретные сроки, потому что, когда я их называю, понятно, что я только с благими намерениями. Но бывает, что так что-то не получается. И даже иногда мне там пишут, да, то есть, вот вы там уже третий глава, который споткнулся на этой проблеме. Я думаю, что, не думаю, а точно знаю, проблемы решаются только тогда, когда мы начнем в конце следующего года строительство следственного изолятора. Потому что самая главная проблема переселения колонии это коллектив, который там работает. Это семьи. Поэтому, как только мы построим следственные изоляторы на поселке Дальнем по федеральной церевой программе, часть коллектива уходит туда трудоустроиться, и тогда вот уже колонии это с этой не будет. Поэтому, вот, я думаю, что оно все-таки будет решаться вот в таком постепенном, размеренном ритме. Вот так, как бы на ура, видимо, у нас не получится, потому что очень много субъективных и объективных факторов. Но это нужно для кунгура сделать. Это для кунгура принципиально. Поскольку подсказывают, что эфирное время заканчивается, тогда последний вопрос. Когда были выборы, вы встречались со многими кунгуриками и принимали их наказы. Вот в связи с их наказами, вы говорили, что измените свою работу, свое направление, свои перспективы какие-то. Что же вы все-таки поменяете в связи с просьбами людей и что останется по-прежнему? Действительно, очень много наказов. Их более 20 тысяч. Были не наказы, а просто вопросы на встрече. И уже есть вопросы, которые уже в реализации. Действительно, мы их сформировали по блокам. То есть были вопросы по здравоохранению, образованию, коммунальной сферы и так далее. Мы сейчас их сделали свод. После праздников, будем так говорить, мы еще раз внимательно посмотрим. Конечно, в первую очередь мы услышим и увидим все-таки, что люди хотят и какие проблемы существуют в том или ином микрорайоне или там у каждого конкретного дома и так далее. И не исключаю, что какие-то приоритеты первоочередные будут поменены. Потому что, ну как бы мы ни говорили, все равно мы делаем всегда власть работа для того, чтобы людям было комфортно. Поэтому я считаю, что проведена огромная работа, она полезная работа. Поэтому в ближайшее время мы определенные выводы сделаем. А уже результаты есть. Вот, например, там, по той же, там, двойке по маршруту. Мы две недели отмониторили, вот уже 11 числа выйдет новое расписание. То есть мы действительно увидели, что есть проблемы там. Ну, другие там вещи, да, то есть которые люди говорили. Поэтому в ближайшее время мы озвучим и, может быть, что-то поменяем в своих приоритетах. Роман Александрович, у нас, к сожалению, стекает время. Спасибо вам большое, что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. И у нас еще буквально остается 15-20 секунд, чтобы вы могли пожелать кунгурикам в преддверии Нового года. Ну, я хочу пожелать кунгурикам, потому что Новый год это такой праздник, всегда, когда загадывают желания, чтобы у всех кунгуриков желания сбылись в 2012 году. Всем хочу пожелать здоровья, счастья, счастья в семьях, благополучия, удачи, оптимизма. И мы все время говорим, что какой-то год, год, вот этот был тяжелый, а в следующем году год легче. Пускай вам будет легче, пускай все то, что мы наметили, чтобы у нас все свершилось, и город кунгур наш развивался, и всем жителям в нашем городе жилось комфортно, радостно, ну и всем благополучия. Роман Александрович, всего доброго, спасибо, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова